Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по Старстейбл Онлайн. К сожалению, вынуждена, скажем так, предупредить заранее. Это перезапись видео, которое было изначально, где было, на самом деле, просто огроменная куча эмоций, радости и просто море восхищения на всем тем происходящим, что есть в округе. Но, к сожалению, немножечко мне выдался глючик в ССО, поэтому всё, что произошло в этом одновлении, я уже, насколько помню и насколько я поняла, прошла, хотя я даже не уверена, что до конца, потому что в Морланде, по-моему, я пока ничего не видела, всё, что там должно было и появиться, если оно вообще там должно быть. Вот, поэтому давайте вкратце. Всё очень классно изменилось. Вот эти сияния, это возможность выполнить задания, которые вам дают желания, взамен которых вы сможете у козликов обменять на подарки. Самый классный же подарок за 50 же тёплых пожеланий, это питомец-пингвинчик, которого я лично очень хочу. Вот, потом, есть возможность, если вы не любитель, конечно же, зимы, а я лично любитель зимы, то у каждой конёшни стоит вот такой персонажик, эльф, с помощью которого вы сможете вернуть обратно своё любимое и драгоценное лето. Но я обожаю зиму, поэтому, извините, буду кататься, окружённое ночным небом и северными сияниями. Так, давайте же продолжим, что у нас дальше по этому обновлению. Почему же я не понимаю, что вообще происходит в этом обновлении? Поясню. Вначале, когда я зашла и вот радовалась всему тому, что происходит, у меня не появился козлик. Да, тот самый козлик, который даёт вам задания, ведёт к миссис Холворот, и вы продолжаете у неё выполнять всякие заданицы. Я извиняюсь, что мне так сильно всё лагает. Вот. И после этого этот козлик ведёт вас в деревню Санта-Клауса. У меня этого козлика изначально не было. Он почему-то у меня не появился, поэтому я вначале всё оббежала сама, не понимая, что где-то должны быть задания, но у меня их нету, они даже нигде у меня не отмечаются, чтобы вы понимали. Вот, поэтому у меня до сих пор кажется, что я не целиком открыла зимние вообще мероприятия, то есть где-то есть ларёк со снегом и сугробами, но я пока что его не открыла. Давайте же заглянем в деревушку Санты, потому что в прошлый раз я там выполнила задание на изучение мероприятий в деревне Санты, и больше мне ничего не давали на это. Также интересное замечание, что абсолютно всех оленей заменили на сани с тинкерами. И на самом деле они выглядят очень классно, просто прекрасно смотрятся, безупречно выглядят, особенно с новой вот этой амуницией, которую хотят даже игроки, хотя им она в принципе не нужна, но просто дайте. Просто потому что это очень классно, особенно уздечка для вот этих вот рабочих лошадей. Вы просто посмотрите на это качество текстурок и моделек, мне нравится, я бы тоже хотела, хотя не знаю зачем. Так же хочу сказать, что убрали зимнюю пещеру, и это очень непривычно, она меня, если честно, очень радовала. Так же убрали... Ой, как же у меня всё лагает во время записи. Так же убрали магазинчик, который был здесь, и по идее, насколько я поняла по одному моменту из видео на обновление официального, здесь должен быть магазинчик, может быть... А, он может быть будет потом, и тут будут продаваться облики, но это будут нетипичные облики, возможно, это возможность превращаться в оленя, в медведя, в лося, там был лось, я видела. Вот и что-то в этом роде. Вот здесь вот у козлика вы можете обменять как раз полученные пожелания на подарки, да я зачем-то слезла с лошади, на подарки, которые вы захотите. Ну, я, конечно же, накоплю вначале на пингвинчика, а потом, возможно, на всё остальное, кроме вот этих двух, а потому что они у меня уже есть. А на всё остальное вроде бы выглядит достаточно симпатично, и я, возможно, всё это куплю. Ну, также добавили новую лошадочку, вы поверьте, у меня очень яркие были эмоции вчера, когда я пыталась записать видео, и оно записалось, я записала 22 минуты, но потом поняла, что я не буду его выкладывать, потому что как-то у меня тут всё ломано, непонятно, и я лучше запишу чёткое, понятное видео снова ещё раз, и не такое длинное, потому что, чтобы вы понимали, мой ноутбук уже не тянет в хорошее редактирование, хорошее сохранение видео, и вместо того, чтобы 15-минутное видео сохранять, допустим, час, он будет сохранять его час с половиной. А все видео, которые на 20 минут, он сохраняет почти 3 часа, поэтому мне приходится ставить на ночь. Вы сами понимаете, как это неудобно, поэтому коротенькое будет нам, по мне, так намного лучше и проще записать. Добавили вот этого Хейдрон, лошадку, и она мне очень сильно нравится, обожаю такие рога. Эти милые ушки, эта скандинавская косичка, этот лохматик, реальная текстурка, он лохматый снежный барсик. Я, разумеется, буду его брать, но чуть попозже, не сейчас. И, кстати, сегодня еще, или когда, но вообще, я сегодня только заметила, добавили огненного... нет, как его назвать? Я назову его, пожалуй, мистического лохматика в приложении Star Stable Horses, и там теперь появилась возможность его выращивать, потому что до конца года у вас есть возможность приобрести эту лошадь Форт Пинта, она будет у вас первого уровня. Но после Нового Года, все, эта лошадь окончательно пропадет из игры Star Stable, но у вас останется ее возможность навсегда. Кстати, они прям подчеркнули, что эта лошадь будет там навсегда. У вас будет возможность вырастить эту классную лохматико с огненной рыжей гривой у себя в приложении Star Stable Horses. Я лично этим собираюсь заняться, я лично это сделаю, и чтобы по возможности мои друзья могли его не выращивать, просто у кого-то нет возможности, а будут его перекупать у меня совершенно забесплатно. Да, мне уже один человек сказал, если бы я брала хотя бы там малую, малую денежку за то, что я помогаю приобрести уже быстро выращенных коней и тем, у кого нет возможности их выращивать, я бы там могла бы неплохо подзаработать. Ну, неплохо, это в смысле, чтобы купить, к примеру, на удвоение, это было бы 1000 СК. Но я, к сожалению, человек добрый, я так не делаю, поэтому, для ваше счастье, что те, кто приобретали у меня через приложение лошадей, вот, мало того, что ваши аккаунты оставались в безопасности, вот, вы приобретали себе ещё очередного лучшего копытного друга. И, на самом деле, это очень классно, когда вот, да, я жду взям маленькую частичку радости, ну, как маленькую, в виде гигантской лошади, конечно же. В общем, мне как-то непривычно, что как-то Новый год сейчас неполноценный, причём в следующую среду будет продолжение, что в деревушке становится ещё холоднее, и, может быть, вот там-то у меня будет продолжение всего того, чего тут нету. Но, вот, мне это не нравится. Раз вы добавили зимнюю деревушку, добавьте то, что я уже видела. Я видела вот здесь вот магазин. Где магазин? Я не знаю, где ребята мне скинули скриншот. Вот этой поляной в Морланде, где можно покупать какие-то билетики, и они дают там возможность, по-моему, по снегу погулять или что-то типа того. У меня этого нет. И я не понимаю, у меня одно, и так, у кого-то ещё нет. Кто-то говорит, что у него так же. То ли это какие-то спойлеры, но вопрос, откуда у вас эти спойлеры, потому что ни у кого этого нету. В общем, я не люблю, когда вот так вот резко, непонятно, всё обрывается. Именно сейчас я на этапе такого обрывания. И, кстати, разработчики добавили функцию пригласить друга, и они сделали так, что когда ты приглашаешь нового игрока, если он докачивается до 10 уровня, то ты получаешь в подарок белоснежного питомца сову. Я лично его бы очень сильно хотела. Но меня интересует один вопрос. На моём аккаунте есть два персонажа, которых я приглашала, и у меня там было какое-то количество наград, вот эти полосочки. Старые игроки, кстати, помнят эти полосочки с подарками на две стороны. То есть одни подарки на того, кто пригласил, а другие похожие подарки получает тот, кто принял приглашение и начал играть. Вот, я так и не получила эту мистическую лягушку, и я помню фразу разработчиков, ребята, не переживайте, если у вас есть уже приглашённые друзья, вы всё равно получите награды с этапами их повышения уровня в Стар Стейбл. Но сейчас я захожу на свой аккаунт, и у меня больше нет этих полосочек. У меня два аккаунта добавленных было друзьями. И этих людей теперь у меня в списке нету. И у меня вопрос, а чего, а да как, я не понимаю, мне хотелось бы лягушку как бы получить. Я понимаю, что те люди ещё не докачались до того самого последнего уровня, ну, потому что у них нет такой возможности, но всё-таки я хотела получить эту значимую для меня лягушку, мистическую, прям такую пандерянскую лягуху. Но, к сожалению, что-то пошло не так, у разработчиков свои мысли были на этот счёт, и они сделали всё по-своему. Поэтому сейчас состоит очень сложный вопрос, потому что все в Стар Стейбл уже давно знакомы, уже все друг с другом играют, поэтому наверняка сейчас очень много людей будет создавать ненастоящий аккаунт, на которых они будут играть по возможности всё то время, что там будет доступно подарочное время, подарочный Star Rider, чтобы быстренько прокачать этот аккаунт до 10 уровня. Всего лишь до 10 уровня нужно прокачать аккаунт, и вы получите эту совушку. Но вы представляете просто, как это нечестно? Совушка-то белая. Я изначально, когда хотела совушку, я мечтала о серебристой сове, а они добавили именно такую. Поэтому всё ССО будет дружно думать над этим вопросом. На этом всё. Я заканчиваю с вами обсуждать эту новогоднюю тему. На самом деле, если вы хотите увидеть, я могу выставить чуть попозже, после этого видео, все выроски эмоционального восторга на это обновление, которое я записала в первом 22-минутном видео, но я выражу именно вот эти вот мои восторженные крики, и выставлю их отдельным видео. Но только чур, пишите комментарии, что вы действительно этого хотите. Если комментариев будет много, я, конечно же, это сделаю. А я вам желаю не забывать тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. И наступившим новогодним настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова